Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать всех наших зрителей, всех наших участников. Ну и рад приветствовать Елену Порецкую, которую вы видите на ваших экранах. Елена, приветствую. Всем привет, Майкл, привет. Ну что, как всегда, у нас очень нестандартная ситуация в мире. Нет, не в мире. Дома. Дома, на работе. Мы сегодня поговорим вот о чем. Мы сегодня поговорим об, как влияет отношение дома с нашими близкими на то, что происходит на работе. Есть ли какая-то зависимость одна от другой или другая. Что от чего, короче говоря, зависит. Вот о чем мы сегодня давайте пообщаемся. Как ты считаешь, Лен? Ну вот, отражается ли ситуация дома, ну то, что все хорошо, все хорошо, и на работе все хорошо, а бывает нет. Вот давай рассмотрим ситуацию, когда дома все хорошо, муж и жена, все, семья такая счастливая. Приходит она, например, жена на работу, а там сидит этот он, вот, то есть начальник. Климат, климат. Зависит, конечно, все зависит. Ну, вот, например. Ну, например, зависит, если у человека дома дискомфорт и проблемы, соответственно, все это приходит на работу, и получается идет косяк, и там, соответственно. Одно исходит из другого. Ну, я так скажу, значит, что все, что мы получаем где-то на работе, все равно у нас рождается, соответственно, из того, что мы в себе заложили сами, да. Вот, и в какой-то момент времени получается такая ситуация, что если вы сматериализовали себе плохого начальника, то стереотипно он, естественно, мог быть взят где-то из ваших глубин подсознания, начиная с плохого учителя или еще с кого-то, да. Как-то так, в общем. Да, я хочу спросить тебя вот такую ситуацию, в которой вот первый вопрос я задал. То есть дома ситуация, все в порядке, все нормально, все счастливо, все здорово, мир и покой. А приходишь на работу, а там сидит самодур или самодура, которая тебя, понимаешь, из тебя вытягивает все жилы. И как бы ты приходишь раздраженный или раздраженный, а приходишь домой, а там вроде бы как было все нормально. И начинаешь вот это вот настроение, которое там произошло, начинаешь их переводить на семью, на детей, на мужа, допустим, если это жена. Ну и наоборот, соответственным образом. Но в любом случае, я же говорю, все взаимосвязано. Если человек, допустим, у человека есть дома скрытое какое-то, что-то скрытое, что идет на дом, допустим, на семью, как негатив. И даже если дома хорошие отношения, то все равно где-то происходит момент, так как не бывает ничего идеального, что человек получает минусовую как бы сторону или, ну, состояние, когда что-то не совсем вот, то есть все равно как бы в жизни у нас и плюс, и минус присутствуют, да. Там просто, допустим, при снятии их негатива, да, идет более-менее минус не такой болезненный, да, допустим. Происходит какая-то ситуация плохая, например, но она не такая страшная, как если бы, допустим, этот негатив не был снят, да. Вот, и в любом случае, если присутствует начальник самодур, то, ну, или человек неадекватный, да, там, то это все равно исходит из дома, то есть из того, из чего человек приходит на работу, да, то есть это выстройка самого человека, это стереотип того, что было где-то у этого человека раньше, либо это кармическая завязка с человеком, который начальник. И здесь грамотные позиции надо выработать. Ну, пример тому можно сделать такое, что, допустим, все дети у нас разные, да, абсолютно, и сейчас существует разная степень развития детей, и сейчас как бы есть и гиперактивные, есть дети дислексики, да, там, есть дети обычной логики, да. А система образования, она обычная у нас в стране, да, в России. И когда дети, допустим, более экстрасенсорные попадают к учителям, которые самодуры, да, назовем это так, то в какой-то момент времени такой учитель, чувствуя, что ребенок видит насквозь, особенно если это экстрасенсорно развитый ребенок, этот такой учитель или учительница, они будут дожимать этого ребенка, ломать его. И вот здесь, ну, я вообще считаю, что, ну, как это сказать, все дается как испытание, и здесь очень хороша позиция родителей, да, по отношению к ребенку, защитить, да, как-то, научить ребенка и давать отпор такому учителю, потому что вот те самые злые начальники и начальницы, они потом порождаются дальше уже в работе, когда мы их наработали в школе. То есть все мы помним первую учительницу или, ну, в основном учительницу, да, потому что обычно женщины учителя, да, есть советские даже годы вспомнить, и все мы помним, да, хорошее, но если вы сейчас покопаетесь в своей голове, то вы больше всего помните плохих учителей, или резких, или сложных. И как ни странно, вот как ни странно, именно сложные, резкие учителя, я не говорю до неадеквата, да, я говорю в меру, они дают именно точку развития, допустим, да, вот. Вот, и если, допустим, учитель неадекват, то, да, вот такой учитель, он делает отторжение ребенку, и что потом, когда ребенок вырастает, он встречает такого же точно неадекватного руководителя, хотя, допустим, дома у такого человека все может быть нормально. И это, опять же, неотработанность идет с детства, да, каких-то параметров, которые в какой-то момент времени, значит, сработали у человека, значит, как это сказать, которые сработали у человека уже как стереотип, заложенный с детства. Поэтому сейчас вот если посмотреть на современных детей, то вы обратите внимание, ну, как бы все тоже идет с детства, что из себя представляют родители, что они вкладывают в своих детей, какие комплексы они вкладывают в детей, какие отношения в семьях, нет единого стандарта чего-то, и, соответственно, дети идут сегодняшние, да, с этим в школы. Из этого потом вырастает новое поколение, которое, кстати, совершенно другое, чем даже дети 90-х, и, да, эти люди не приемлют насилие в прямом смысле, они более пацифисты многие или, наоборот, агрессоры. Из этих сегодняшних детей там очень много экстрасенсорно развитых, и здесь, опять же, нужно родителям смотреть, чтобы не получить у своего ребенка в будущем плохого начальника или начальницу грамотно воспитывать. Опять же, это идет из дома, да, то есть, если, допустим, было когда-то насилие в семье, соответственно, потом получается, ну, какое-то даже психологическое, да, там, от отцов, от матерей, то в итоге как бы либо люди вообще выходят в свет, так говорится, и работают сами на себя, не терпя никакого начальника, да, либо люди, ну, как бы не могут работать под самодурными людьми, да, то есть потом увольняются, да, ну, ищут какие-то новые себе пути, да. Но это тоже карма, то есть это что-то неотработанное, где-то как-то накопилось, вылезло, и это урок, опять же, здесь нужно человеку, наверное, попавшему в такую ситуацию, научиться ладить с таким начальником, то есть найти то слабое место, где этот человек его воспримет грамотно. Вообще, как бы, все, что нам дается, это развитие. Если вы привыкли к одной форме ощущения себя, и вы начали работать с людьми, а там вас воспринимают по-другому, то реально, да, вам придется удерживать ту форму ощущения себя по отношению, ну, по отношению к себе, да, от этих людей, их мнения, то вам придется менять это мнение о себе, то есть если, ну, я сейчас пример не буду частный приводить, я вообще говорю, да, обобщенно. И если, допустим, вы не будете ставить на место людей, которые вас как-то не воспринимают, как вы себя ощущаете, то вы столкнетесь с тем, что вас оттуда выдавят. То есть, соответственно, вы должны научиться ставить на место так людей, чтобы они сочетали вас с тем статусом и ощущением, каким вы пришли в этот коллектив или с кем вы начали работать, или с кем вы работаете. У меня есть конкретный, значит, вопрос, который идет по e-mail. Пишет женщина, которая не живет в нормальных отношениях, мирное существование с мужем. Она приходит на работу, и на работе у этой женщины ничего не получается. Ей никак не набавляют зарплату. Ей ее просто терпит. И все она чувствует подозрительные взгляды со стороны ее сослуживцев. На нее подозрительно смотрит ее начальник. А у мужа на работе, у него стрессовая ситуация. Вот я хотел бы спросить тебя, как соотносятся отношения между ними? А они не живут еще нормально, это конкретная ситуация. Они между собой мирное существование. Ну, формально, да, дети есть, да. Вроде бы дети уже как бы, ну, почти выросли. Вот. А на работе. И они же ведь говорят, каждый из них говорит, у меня какой-то идиот, придурок, начальник. Вот. Видишь, никого тут нет. Ну, почему? Здесь у самих этих людей нету, как бы тебе сказать, оба концентрируются на негативе постоянно. То есть эти люди живут, подмечая вокруг себя негативные позиции. Это не сегодня у них собралось, это давно, да. Они так привыкли мыслить. И, соответственно, эти люди, живя каждый, как бы материализовав каждый свою проблему на работе, они это приходят и обсуждают. И когда они еще это обсуждают, допустим, что там у одного начальник идиот, а у второй тоже кто-то там идиот, то в итоге они концентрируют друг друга на этих негативных моментах, идет обмен энергией, идут посылы от каждого в сторону каждого, да, соответственно, они выстраивают друг другу еще худшее состояние, да. То есть на самом деле как бы вся проблема в них самих. То есть они видят так людей, им нужно поменять, может быть, мышление, потому что уже с годами закрученная такая негативная позиция, видеть все-таки больше плохого вокруг себя, но сформировало ту ситуацию, которая сейчас есть. И я бы сказала, что у этих людей нет отдушины личной. То есть у них нету, у них все как бы вот вроде как стандартно, но нету всплеска эмоций, нету какого-то праздника. Происходит зацикленность, и работа – это показатели этой зацикленности. То есть по сути они ходят, может быть, даже на нелюбимую работу. Их это не интересует на самом деле. Это просто работа, может быть, за деньги. То есть эти люди живут неинтересно, им это неинтересно, и у них все на работе будет вызывать депрессию и раздражение. И какой бы начальник ни был, для кого-то он будет золотой, а вот для него он будет плохой. Потом я думаю, что этот мужчина чувствует, что он умнее этого начальника. И он из тех людей, кто, может быть, не совсем добился того, что бы хотел. И он всегда раздражается, может быть, на тех, кто тупее его, но начальник. То есть у него какой-то такой еще подход, вот оценки этих людей на самом деле может быть. То есть это обида какая-то за свою нереализованность. Она ложится вот на то, что человек старается видеть, допустим, в начальнике больше идиотских каких-то моментов, чем хороших. Ну, по большей мере, да, бывают и плохие начальники, но, в принципе, каждый человек как бы подбирает под себя тот круг, ну, который как бы сам же и разворачивает. То есть что вы разворачиваете в жизни, все исходит от вас. Если вы как бы смотрите, что у вас начальник идиот, ну, значит, это исходит от вас, вы больше выпячиваете это в человеке, и человек начинает по отношению к вам идиотски вести. Тот же пример, как вот перед этим мы говорили, что публичные люди, вокруг них всегда собираются диванные аналитики, да, назовем это так, которые с точки зрения своих диванов всегда смотрят, как кому лучше жить, что у них пойдет, что у них не пойдет. И так как вся их личная жизнь нараспашку, по большей мере, да, благодаря желтым прессам, то практически пробои идут мгновенно и по здоровью, и по деньгам, там, почему угодно, даже начиная с того, что если это очень богатые люди, к ним обращаются за деньгами, и если людям могут не дать этих денег, потому что самим сложно в том плане, что содержать направление, как шоу какое-то, это не просто, это дорого, да, и обычный диванный аналитик этого не понимает, но он будет ненавидеть ту или иную звезду за то, что там не дали денег, потому что у нее крыша протекла, вот, а почему-то она считает, что кто-то ей обязан это делать, да. И вот эта вот негативка, да, негативность, это заложенное такое неприятие богатых людей, на самом деле, оно вот совковое такое, да, оно, ну, и не только совковое, в принципе, да, вот, оно, как бы, порождает пробои энергетические у людей, не только, как бы, состоятельных там, но и вот такого плана, как вот эти люди, про которых ты сейчас сказал. Ну, женщина там, кстати, по большей мере, она очень много берет на себя, как бы это сказать, негатив от этого человека, с кем живет. А каким образом эту ситуацию можно исправить? Я думаю, что здесь нужно работать хотя бы с женщиной, и нужно, чтобы она правильно делала то, что ей говорят, если у нее достаточно завышенные тоже амбиции, и я думаю, что она через эти амбиции видит свой мир, как бы, и формирует его. Ну, хорошо, начальник тут ни при чем, но, к примеру, ситуация такая, ну, бывают такие ситуации, редкие, наверное, но бывают. Ну, всем, вот, всему коллективу не нравится начальник, они берут, поднимаются там всем, идут к его вышестоящему начальнику, говорят, не нравится, давайте мы его скинем. Как может быть так, что один человек не нравится всем, а его все-таки делают начальником? То есть, как бы, подобное, еще раз говорю, притягивает подобное. То есть, должна быть... Ну, здесь момент отрицания идет. Какой? Потом внутренний, потом, опять же, не... Прежде всего, начальство ставит вышестоящие люди. Все идет от головы, да, соответственно. Если плохого начальника поставил другой начальник, тут надо смотреть, а хорош ли тот начальник, потому что обычно бывает, что ставят по себе подобию. Приходит, допустим, человек, и он под собой ставит такие же точно, как и он сам. Хотя я знаю случаи, где приходит человек, да, и ставит положительных персонажей, и действительно все меняется в положительный, ну, как бы в плюс, да, в той или иной структуре. Все зависит действительно от начальника. То есть, если взять еще одну структуру, сейчас не буду приводить пример, да, допустим, и я точно знаю, что вот если бы там был другой начальник, ну, я бы сказала, что это, да, структура МВД, то, наверное, там было бы лучше позиция энергетическая самого отделения, вот, да, там в каком-либо городе, например, да. Или это может быть даже кто возглавляет направление какое-то. Если человек самодурный или, как это сказать, не чувствует людей, не понимает их, но при этом пытается там командовать и управлять, то в итоге как бы такой человек наберет себе подобных, да, там каких-то задолизов или как их называют. То есть людей, которые будут лебезить, но при этом будут его же ненавидеть, вот. Но нише стоящие люди, нанимаемые работники под начальником, они не могут откровенно поменять начальника, потому что не от них зависит. Они попадают в эту ситуацию, как в случае наработки учитель-ученик, то есть потому что вышестоящий начальник по-любому для них, как учитель в школе в свое время, да, и вся вот фаза этих, все вот эти отношения, они формируются со школы у многих. И каждый человек попадает на того начальника или начальницу, который, в принципе, где-то был зарифмован или, может быть, сказать, скопирован, да, скопирован с того учителя или учительницы, который когда-то в чем-то там задел человек. Задел, может быть, унизил, оскорбил, там, чмырил, по-другому это называется. И люди, соответственно, попадают вот на такое. Бывает, что начальник просто строгий, понимаешь? Вот, бывает, что человек строгий, и его все равно будут считать самодуром. Вот в чем беда. Вообще, как бы, здесь очень много зависит, я скажу еще, знаешь, от чего? Вот как ни странно, тоже от снятия негатива с той или иной структуры, потому что я замечала такую вещь, я работаю с разными структурами, и бывает, что я снимаю негатив с той или иной структуры, и даже начальник бывает сложный, там, или начальница, да, все равно меняется в лучшую сторону. Вот. В иных случаях не меняется в лучшую сторону, только там, где, ну, как говорится, начальник или начальница, ну, просто патологически плохие, и вот у них позиция негативная, и вот тут уже ты просто снимаешь негатив с участников событий в этой команде, да, допустим, или с тех, кто там работает, чтобы не прилетало, то есть отводишь уже на такую начальницу, да, потому что самодурная начальница – это еще похлеще бывает самодурного начальника, и в иных случаях, то есть, как ни странно, почему-то вот я тоже смотрела у людей, вот такие моменты были. Но бывает и мужчина тоже вот нереализованный как-то по жизни, становится начальником, и такой человек становится, корону одевает, как бы корона начинает потолок царапать, да, гордыня там появляется очень крутая, да, там, и все, вот такие люди – это самое страшное. Понятно, хорошо. Скажи, а вот если взять детей, в каких ситуациях дети от этого, испытывают ли от этого дети какие-то негативные влияния от того, что происходит на работе, вот, на, ну, так сказать, на энергетическом уровне, вот, идут-идут дети в школе, к примеру, да, и родители на работе, и у родителей какие-то напряженные отношения с руководством или между сотрудниками, я полагаю так, что на энергетическом плане, особенно мамы с детьми, они очень и очень связаны. Как мама чувствует своего ребёнка, так и ребёнок чувствует свою маму. И если какая-то напряжённость, тогда она каким-то образом субъективным, каким-то вторично оказывает влияние, и ребёнок может запросто получить там двойку на уроке, к примеру, или как-то ответить не так, забыть. Ну, с ребёнком там другая ещё ситуация, с ребёнком работает принцип, на самом деле, отношений в семье, и тут надо смотреть, что есть папа, что есть мама, на самом деле, да? Да, мама – это вам не папа на Ютьюбе. Потап с Настей, да, и президент. Хорошо, так в каком смысле тогда, что надо исправлять тогда, значит? Исправлять надо прежде всего, вот если взять ситуацию, что у ребёнка такие же проблемы, как у мамы и папа, соответственно, исправлять надо прежде всего работать с родителями. А если, допустим, папа там неадекват, да, то работать надо с мамой, то есть чтобы мама меняла и формировала ребёнка уже по-другому. Потому что бывает так, что старший ребёнок или младший копирует полностью одного из родителей, и тогда ему нужны создать параллельные условия, где он будет, например, не выполнять какие-то негативные программы от своего там папы, а выстраиваться будет, допустим, ну, отдать его в какую-то секцию, где будет тренер, который более положительный, да, и, соответственно, его будет уже выстраивать в положительный ряд. Но это всё работает на самом деле, то есть все люди, кто, как говорится, встречаются, живут кармически, да, там и дети, и родители. По сути, как бы дети потом также тянут, ну, какую-то, может быть, частичную карму, как у родителей. Но я бы сказала, что как раз это больше связано с семейным отношением, да, там дети повторяют путь родителей иной раз. Но в иных случаях, в иных случаях, где есть, как это, ну, когда династия, да, династийность, то там дети повторяют путь своих родителей и в работе, соответственно, да, как бы. Ну, вопрос-то решать-то каким-то образом надо, допустим, при работе родителей, которые напряги, поскольку там у них на работе что-то такое, и тут ещё им там ребёнок принёс там двойку. И они начинают, тем более ещё заведённое там, они начинают выплёскивать всё и в этом отношении. И всё. Ну, вот тут двойка у ребёнка вполне могла быть как следствие там двойки у родителей на работе. То есть это вполне одно как бы исходит из другого. Эта ситуация, она же возникает не случайно, верно? То есть что-то этому предшествует, к примеру. Вот как разобраться в этом плане? То есть это не брать, я... Допустим, любую ситуацию, которая произошла, я лично её просматриваю на уровне того, а почему она произошла? Она произошла по какой-то причине. А мы пытаемся, как всегда, решать эти вопросы вот с того момента, как мы их увидели, мы их заметили. Пришло какое-то сообщение. Вот сегодня, допустим, да? А почему вопрос? А вот это никто не обращает внимания. А он для меня лично самый главный. Так вот, каким образом сделать так, чтобы ситуацию эту спрогнозировать и не попасть в неё? Ну, приведу пример. Есть астрологи, правильно? И они говорят, вот я, допустим, каждый день получаю какое-то там... Ну, общая машина работает, это ерунда, конечно. Но, тем не менее, это же есть, правильно? То есть есть определённые, скажем, циклы негативные, в которых мы все находимся. Мы не можем быть только в позитивном. Это как, знаешь, это вот синусоиды, допустим. Вверх-вниз, вверх-вниз. Так можно ли просмотреть такую ситуацию на какое-то время, скажем? Вот я попытался один раз сделать вот такой проект «Соломка». Ну, смотрю, как бы непонятно людям, о чём идёт речь. И поэтому он как бы заглох сам по себе. А ведь это можно было бы делать. Понимаешь, я тебе скажу, что предсказание как бы будущего – это немножко другое. То есть если взять астрологию, она по определённым звёздам, да, вычекивает те или иные дни, как бы позитивные, негативные. И да, это совпадает. Это определённая программа, заложенная там, связанная с днями рождениями и прочим. Когда ты работаешь с предсказательными практиками, у каждого человека предсказанное событие будет выстраиваться по-своему. У кого-то оно может за три дня произойти, у кого-то за месяц, у кого-то за пять лет. Здесь абсолютно, если уже точно железобетонно сказать, допустим, я сейчас говорю про негативные моменты, да, они быстрее сбываются у людей, да, чем хорошие, то, соответственно, опять же, это также будет растягиваться. Вот у меня есть пример такой у одной женщины, женщины, ну, как она не клиентка моя, это просто знакомая по сети, у неё болела мама тяжело, да, ну, как бы лежала. И настолько это невыносимо было, она просто энергетически подпитывалась вот от этой женщины. И то ей было очень плохо, да, то есть у неё всё как бы в никуда шло. И так получилось, что на меня вышли, её подруга вышла и спросила там, Лен, вот так и так, ну, там, вот такой-то, такой-то, вот такая-то проблема, помоги ей чем-то, да, там, абсолютно. Ну, я начала просто контактировать с человеком, переписываться, и я просто увидела ситуацию, что ей надо просто отпустить маму, чтобы та ушла. Вот. В принципе, моё общение с этой женщиной, ну, как бы сложилось ситуацию так, что я увидела уход её мамы, и что ситуацию она... То есть я помогла ей отпустить это, да, и одно, и второе я помогла отпустить друг друга просто в разговоре, да. Вот это предсказание, да, вот я, по-моему, сегодня или вчера, вчера, по-моему, или сегодня, я сейчас не вспомню, я узнала, что, да, действительно так сложилось, как я, в принципе, и сказала. Поэтому здесь как вот с этим быть? Это предсказание не было рассчитано на сегодня, завтра, послезавтра, да, там. Просто вот я увидела, сказала, поговорила, написала, отпустила, да, их обеих как бы друг от друга. И вот вдруг это произошло. В предсказаниях существует принцип вдруг. То есть как только люди отпускают какую-то мысль, допустим, относительно того, что им предсказывали, это сбывается, хорошее или плохое. И это самый главный принцип. Самый плохой принцип – это когда люди, мнящиеся гадалками и предсказателями, пытаются, значит, навешивать людям, видя их ситуации, то есть им дали боги видение, да. И вот вместо того, что гармонично это использовать и прежде всего что-то изучить, да, и научиться вообще-то работать и с собой, потому что если человек постоянно заглядывает заглядывает в негативные позиции других людей, представляете, что этот человек может набрать себе. Да всё, что он там будет видеть, эта женщина там, гадалка или этот мужчина, да, они всё будут собирать себе, как говорится, и в какой-то момент потом это всё вернётся, придавит и прочее. Вот. Но люди не понимают, им кажется, что они имеют власть. И они шпарят плохие предсказания тем, кто к ним приходит. Или вообще предсказания. Но по большей мере есть люди, кто негативен сам по себе кому-либо, и это используют во вред. Поэтому здесь как бы очень сложный момент, да, вот опять же, что подвигает людей вот на такие вещи, да. Чувство власти, да, что вот она сказала, и это сбылось. И таких вот диванных аналитиков очень много, кстати. То есть причём это люди нереализованные в чём-то действительно своём. То есть они, по сути, не свою карму проживают, не свою даже, ну, рабочую. То есть я имею в виду, не находят своё направление верно. То есть по сути, да. Как бы они делают то направление, например, в своей жизни, которое где-то помогло им себя показать. вычудить, так сказать. Амбиции их вроде удовлетворились, и они пытаются по этому пути идти, да. Там такой же человек может зацепиться на каком-то рабочем месте, себя позиционировать там, выстраивать там какие-то отношения против всего коллектива с начальником. Тоже у меня пример есть, да, у клиентов. И в итоге получается, что как бы страдает весь коллектив, только потому что вот такой альянс происходит, да. Так что вот так. Майкл. Да, а скажи, пожалуйста, вот у тебя есть талисманы, амулеты, там чашки и так далее. А можно ли какую-то вот чашку, амулет, талисман на каждый день, к примеру? Ну вот ситуация. Взяли мы, вот мы ждем какое-то важное событие, да. Должно быть. Вот должно быть, ну, не знаю, ну, повышение, допустим, да, или какой-то вот митинг, какой-то там должен. Ну, митинг имеется в виду собрание. И человек тогда берет и программирует себе с помощью этого талисмана. Вот такое можно сделать? Ну, можно, но не каждый человек может сам себе запрограммировать талисман, потому что что такое талисман? Твой талисман, к примеру. А, мой талисман, да, можно. Ну, у меня как люди пользуются моими талисманами, то ими же чашками, они просто в определенные какие-то сложные периоды или на встречах они просто пьют из этих чашек чай. Ну, как всегда, чаепитишь, бывает. И как бы это подкрепляет. Либо человек, допустим, пьет из этих чашек талисманов чай или кофе в определенные моменты, ну, когда никто не видит, есть и такие, да. То есть для них это момент медитации идет. Это осознание того, чего человек хочет. Некий размышлизм. Есть, допустим, талисманы, ну, бывают, да, такие вот самые простые талисманы. Это что с собой можно носить, типа чёток, типа каких-то там нательных знаков, да. То есть это регулярно одевается, да, и человек с собой просто берет. Лена, даю идею. Классная идея, гениальная идея. Серьезно. Какая? Так, тебе приносят все айфоны, и ты их заряжаешь. Заряжаешь. Нету, я серьезно говорю. Ты вот где-нибудь видала какие-то вот такие в интернете, допустим, да. Я заряжаю айфоны на каждый день позитивной энергией. Вот заряжаю что-то там, вот это, вот то, вот. Айфоны никто не заряжает. Понимаешь, у нас беда в том, что достаточно одному кому-то вдруг заявить какую-то идею, например, да, и эта идея будет иметь хороший всплеск. Тут же, тут же десятки таких начнут заряжать айфоны на позитив. Так ты будешь первой, Лена. Давай. Ну, я, у меня, понимаешь, я скажу одну вещь, что зарядка любой вещи, она требует... Теористически можно? Теористически, да. Зарядка любой вещи, она может затрачивать определенную энергию. Допустим, вот я сейчас пример даже приведу, вот это четки. Может быть, даже кто-то раньше у меня их видел, да. Вот раньше эти четки были заряжены силой сознания моей только, да. Но сейчас эти четки практически заряжены еще одним человеком. То есть, по сути, в этих четках сейчас энергия двоих людей, подкрепляющая друг к другу. Это она себя не раздраивает, вот эта вот энергия? Нет, мне нормальная эта энергия. Просто я к тому говорю, что вот, допустим, вот талисман, допустим, на каждый день примерно, да. И, как ни странно, этот талисман в руках у меня, он усиливает и того человека, у кого этот талисман был перед этим. То есть, абсолютно идет обмен энергии через это, ну, через эти четки. Интересно, да? Да. Такая вот бывает взаимосвязь. Поэтому в какой-то момент времени талисманы как бы мы заряжаем своим сознанием, да. Что заложится по программе, то и будет. И талисманить можно что угодно. Я, например, работаю своими практиками, работаю по снятию негатива не только там с каких-то просто там с людей, ситуации там чисто вот на сеансах. Я это бываю делаю там с города, с ситуационных моментов в городе, да, там, с каких-то, ну, собраний, да, там. То есть идет переработка негативной энергии, допустим, в позитив, да. И, соответственно, люди становятся лучше. Вот я эту практику сейчас работаю. И действительно, я заметила, что это очень даже интересно, да, получается. То есть все равно любой талисман, любой талисман можно зарядить, и он будет, допустим, нести позитив тому или иному человеку, да. Но если это усиливается кем-то еще, соответственно, в плюс, да, то тогда это идет вдвойне. На самом деле, как бы, талисман, который заряжен на позитивную защитную энергию, нельзя зарядить, нельзя перезарядить на негативную. Потому что, если, допустим, ну, пример опять же взять, ну, например, да, вот, опять же, чёточки сейчас покажу, да. Вот, например, взять аналогию, ну, например, что эти чётки были у одного человека, но их вдруг кто-то видел и попытался зарядить на негатив. Соответственно, когда эти чётки попали опять ко мне, я все выровняла, убрала энергию негативного человека с этих чёток и совместила энергии себя и того человека, у кого они были. Соответственно, пошел момент отдачи негатива тому человеку, кто попытался испачкать энергетически этот объект, да, талисманный. И то же самое происходит с любым талисманом. Если он заряжен на позитив, то все равно позитивная энергия, она его, этот негатив перерабатывает. Потому что этот талисман заряженный на защиту человека от негатива, а любая негативная программа, соответственно, этим талисманом обрабатывается в плюс. Соответственно, вот если взять этот талисман, он защищает сейчас как бы двоих людей, у кого этот талисман был, но при этом отводит любые негативные воздействия уже не только как бы от меня, а еще и от того человека, у кого эти чётки были недавно. То есть здесь идет обоюдная такая автономная работа сознания уже двух людей вот в этих чётках. Интересно, да? Ну да, да. То же самое, если, допустим, живут супруги. Например, у них есть мои чашки талисмана. Ну, например, да, вот. И один пьет, допустим, из скоробея, а второй, допустим, из Вселенной или из Комароха. Вот. И обе чашки, по сути, выполняют функцию развития всей семьи. Кстати, вам хочу чашки выслать. Серьезно? Да. Это хорошо. Хотела выслать, ну, как вам лично, подарок. Тебе, Иритя. Большую чашку надо. А? Большую. Они у тебя каких размеров? Обычные чашки. Я не знаю, что такое обычные. Ну, обычные кружки такие, знаешь, которые стандартные. Я просто еще не знаю, как в Америку высылать. Я высылаю людям, но, по-моему, вроде я высылала, нормально было, ничего не требовалось там, как с картинами. У нас есть... Так. Привет из Индианаполиса. О, наши люди. Первый раз с вами в прямом эфире. Здорово, благодарю, пишет там Татьяна. Знакомая с Татьяной, мы давно знакомы. А вот вопрос. Вита спрашивает, солодкая. А можно зарядить кошелек? Лена. Зарядить кошелек. Ну, можно. Положите, пожалуйста, кошелек перед экраном. Я вам заряжу кошелек на удачу. Серьезно? Да. Давай, слышишь, вот чумак там воду заряжал, что-то там водил там руками, кто-то там еще что-то заряжал, а ты будешь заряжать кошельки. Кошельки положить перед экраном. Давай мы сделаем какой-то такой... И проверим, причем, что самое интересное. Что должно быть в кошельке? Он должен быть пустой. Нет, в кошелек надо положить определенные суммы денег, как вы всегда привыкли носить. И просто вот сейчас вы можете положить их перед эфиром, так сказать. Вот я говорю. И учитывая, что я знаю, что у вас есть кошелек, который вы хотите зарядить, соответственно, конкретно в вашем случае будет заряжен на позитив именно вот этот кошелек. Да? Хорошо. А вот скажи, ты можешь подобрать, допустим, кошелек, прежде чем его зарядить, надо его еще... Вот, к примеру, у меня есть одна знакомая, да, и она мне сказала, ну, это специалист по ВАСТу. ВАСТу – это, ну, изначальная наука, из которой вышел фэншуй китайский. Вот, и у меня вот есть эта знакомая, она мне сказала, так, Майкл, тебе нужен кошелек определенного цвета, вот такой-такой. И я в нем вложу, вкладу, я знаю, не ложьте зеркало в парк. Вот, и там лежит у меня типа талисман, ну, вот, знаешь, это мантра, это янтра, точнее, специальная янтра, и она лежит как талисман. А кто-то мне когда-то, очень-очень давно, помню, ну, лет 20, наверное, тоже в Чикаго, куда-то я ходил, какой-то гадалки, я не знаю, какой-то очень крутой. Она мне нарисовала из картона, вырезала какие-то два... Я тебе потом покажу, кстати, совсем, вот сейчас ты мне напомнила. Наверное, где-то они есть, надо поискать. Я тебе покажу. Так вот, это как талисманы, да, и там два таких хружочка. Ты делаешь что-то подобное или нет? Ну, я такие вот как бы мелочи не делаю, но я сейчас хожу заниматься на керамику. Я хочу, ну, я очень люблю резьбу по дереву, но у нас резчика по дереву в городе нет. Я просто вот тоже хочу, я люблю какие-то фигурки делать, и мне хочется тоже вот делать какие-то такие вот, как ты сказала, талисманчики быстренько, да, такие, как фигурки каких-то вот, ну, не знаю, что-то, в общем, короче. И да, может быть, я буду делать эти вещи, но пока я в стадии обучения, как сказать, да. Кстати, вот хороший совет дает Александр Зача. При высылке картин пиши, что это принт и в подарок. Принт, ну, принт, понятно, да? Нет, нет, если я как автор отправляю картины, все картины, которые отправляются за рубеж, тем более, если я автор, все абсолютно, они должны проходить, как это сказать, комиссию, которая скажет, что это не имеет культурной ценности, и только тогда эта картина не будет завернута на таможне. Это я уже знаю, это я уже проходила. И да, мне приходится думать о том, чтобы формат картин был небольшой, потому что иначе упаковка как от телевизора получается. Так, дорогие друзья, давайте я внесу ясность. Вот у нас спрашивает, где Ольга Викторовна? Значит, у нас есть программа, к сожалению, месяца, полтора месяца назад, программа, соединяющая нас с Ютубом. Эта программа называется право в верхнем углу, вот нарисована утка, она называется StreamYard. К сожалению, у нас, как всегда, делаются не лучше, а хуже. Чем лучше, тем хуже. Чем хуже, тем лучше, точнее. Лозунг Мао-Дзюдун. И у нас отменили самую главную программу, которая нас соединялась с Ютубом. Сам Ютуб отменил свою же программу, называлась Hangout. Теперь мы соединяемся с третьей программой. У них постоянные какие-то фокусы, у них время меняется, они находятся непонятно где. Это третья программа, к которой к Ютубу не имеет никакого отношения. Но чтобы вы это видели, нам приходится это делать. Сегодня произошла накладка, то есть первая, там две программы сегодня. Одна вот с Еленой Порецкой, которая начинается в 17 часов, а в 18.30, через полчаса, будет программа с Ольгой Викторовной. Эти программы, поскольку время было другая, их поставил вот этот вот StreamYard, поставил их не в том порядке. Поэтому, значит, вот эта накладка и произошла. Это на то обратила внимание Елена. И то, что я сказал, большинство людей находятся, они не реагируют на конкретно это, а на объявления, которые идут у нас в Фейсбуке и ВКонтакте. Вот там четко было написано, что в это время, и опять же те люди, которые следуют, все до единого, я вижу их имена, все до единого пришли сюда смотреть на Елену Порецкую. А с Ольгой Викторовной мы встретимся через полчаса, это будет специальная программа. Так что не обращайте на эту мелочь и внимания. Вот. Так, значит, хорошо. Вот предлагает нам Эдуард, даже предлагают нам заряжать сейфы. Кстати, да, я подумаю об этой услуге. Кому зарядить сейф? Знаешь, как зарядить сейф? Если кто старается его открыть, да, оттуда открывает, а оттуда вылазит, ну и кто что захочет, вот а то оттуда вылезет. Понимаете? А то еще в лоб. Рука вылезет и даст в лоб. Не лезь куда не надо, типа такого. Скажи, пожалуйста, а что легче зарядить, к примеру, сейф или кружку, или кошелек? Ну, мне по барабану что заряжать. Я могу работать даже на большие пространства. Как почистить найденную вещь? Ведь, возможно, это подклад или ничего не поднимать земли. Здесь надо уметь чистить, потому что вам может показаться, что вы почистили, а на самом деле вы не почистили. И как тут быть, так скажем, да? То есть здесь надо все-таки уметь убирать негатив с вещей. Но можно солью, конечно, смотря какая вещь. Ну, ведь это как-то надо же, наверное, слушай, распознать о том, что это подклад или не подклад. Вот, допустим, у нас Геннадий, который говорит о том, что нехорошо. И мы с ним полностью, особенно Елена полностью согласны с ним, о том, что ругаться – это нехорошо. Мы знаем это. Вот Геннадий говорит о том, что вообще ничего не надо поднимать. Вот, слышишь, лежит 100 долларов. Поднимать нельзя, да, получается? Или можно поднять. Елена, нет? Нет, смотря какая вещь. Вы можете это поднять. Но я бы советовала фильтровать базар, соответственно, в поднятии каких-то вещей. Потому что, особенно если это деньги. Ну, такая степень, можно подложить и, я не знаю. Ну, сброс негатива делают на мелочь, сброс негатива делают на предметы. До какого? До какого? Есть какая-то универсальная цифра, допустим, 10 рублей? Да нет, сбрасывать могут… Даже у человека может быть проблема какая-то, у человека потерял с тысячей, и на этой тысяче будет этот негатив. То есть вы можете святой водой почистить, но вы всё равно уже, если подняли, вы уже взяли эту программу себе. Ну, хорошо, взяли эту программу себе. Так, ещё раз. Так, а может быть, кто-то действительно потерял? А может быть, нам это всё дано для того, чтобы… Ну, не знаю, на благо, будем так говорить, или такое не может быть? Ну, я бы сказала, что может быть на благо, да, абсолютно точно, но если это всё-таки элемент порчи, то я бы советовала избавиться от такой вещи, потому что вы просто… Ну, потом как бы может всё пойти вообще наперекосяк. Это достаточно опасно. Ну, на самом деле опасно. Николай спрашивает, может плохой человек заряжать, допустим, какую-то вещь или угощение на неудачу? Может, вполне. Да, может, бывает, что когда вам дарят подарки, если эти люди к вам плохо относятся, то в этих подарках будет заложен плохой смысл. Ну, то есть, да. И этот смысл будет нести плохую энергию. Ну, например, вот смотри, допустим, кому-то подарили сейчас принты вот эти или картины заказные принято делать, рисуют картины, да, под заказ. С портрета, да, например, кому-то подарили какие-то там портреты, да, там на одном человек, допустим, как это сказать, бизнесом занимается, там он в кабинет, допустим, это повесил, а на другом они там вместе с женой, да. И когда я увидела вот эти портреты, я спросила, ну, как бы, да, кто сделал это. Ну, это просто художнику заказали по фотографии. Я спросила, кто сделал, потому что, говорю, очень плохая энергия идет от работы. Ну, не от самих работ, что художник, вы поняли, да, а именно от картин этих как таковых. И мне было сказано, кто это. Я, соответственно, тут же сделала вывод. И, в принципе, я права и оказалась. То есть эти две картины заряжают людей на негативное развитие в делах и в отношениях. Поэтому, ну, что в этом случае сделать, конечно, все, что было сделано на эти картины, оно уйдет тем, кто зарядил их на плохое. Соответственно, то, что желали эти люди этим молодым, да, как говорится, все этим недоброжелателям через какое-то время вернется. Причем в том же качестве, а если не еще хуже, потому что там люди специально желают плохого. Соответственно, не просто желают, делают, да. И это просто вернется фатально. То есть они потеряют все в итоге. И я знаю это точно. Поэтому негативно заряженные подарки лучше не брать, потому что потом приходится восстанавливаться после них, да. Понятно. Ну, хорошо. Тогда, дорогие друзья, мы, ну, наверное, на этом остановимся. Или есть еще вопрос? Есть вопрос, да? Есть вопрос. На бложки. Что такое бложки? Блашиный рынок. Купила кольцо и браслет. И как археолог вижу, что это не подделка, а какие-то средневеков... Нет, ну, скупила, это другое дело, да. Ну, во-первых, да, вы откупились от этого финансового, заплатили. Во-вторых, все-таки до вас еще кто-то это носил. Тут уже первоисточник, в принципе, да. Как бы не суть важна. Если оно вам комфортно, то носите. Может быть, предыдущий хозяин вам такую вещь подбросил энергетически. Душа, да, как бы этого человека. И вы именно вот купили ее для себя. Потому что бывает, что умершие пристраивают таким образом свои вещи. Так назовем это. Это бывает еще момент, может быть, даже в вашем случае это и так, что вы как бы человек, который купил вещь, которая была ваша в прошлой реинкарнации. Вы как вот недаром живы археолог, да. Вы как будто бы нашли свое. Это тоже очень интересно, потому что те, кто антиквариатом занимается, и археологии, это люди, и истории, да. Это люди, которые как будто бы ищут себя в прошлом. То есть, ну, по большей мере, и не только себя, да. Да, да, я пришлю. Я сейчас в ближайшее время хочу вам тоже высылать. Пишут нам сейчас заявки. Вот уже кто-то получил, да. У нас заказали пару чашечек, да. Ты уже переслала. Ну, да, я уже высылала, вчера высылала. Если Елена меня слышит, то я высылала вчера чашки, да. Ну, все. Это чашки на что заряженные? Сейчас скажу. Это вселенная, по-моему, и Скоробей. Это, ну, Скоробей – это бизнес-чашка, это рабочее направление, это приход денег. То есть, это такой, это возможность бизнеса, возможность направления какого-то работы, то есть развития, да. Вселенная – это личные отношения. Ну, и как бы тоже и в бизнесе очень хорошая чашка. Вообще они все у меня ориентированы как бы на всеобъемность в отношениях человека, во всех направлениях, но какие-то прям конкретно только вот на одно, как вот Скоробей. То есть, там конкретно вот это направление, деньги, бизнес, работа, успешность какая-то, да. А скажи, пожалуйста, вот если ты говоришь на бизнес, тогда чашку это где надо держать? В бизнесе или как? В офисе? Ну, смотря у кого как. Смотря у кого как. Есть люди, кто на дому работает. Вот у меня, допустим, как это сказать, везде офисы, да, мастерские офисы. У меня нету, как это объяснить, дома, ну, в том общепринятом понимании. Я где бы ни находилась, даже я приезжаю к людям там погостить. У меня с собой необходимый чемодан моих вещей, чем я занимаюсь, и тюдник. У меня обязательно это все сразу выстроится в мини-кабинет. То есть и чашки, соответственно, тоже. Вот я знаю, что люди обычно, кто на дому работает, у них это дома. Кто-то дома держит чашки, естественно, кто-то на работе, кто-то в офисе, кто-то в кабинете, да. Если у меня есть люди серьезные, это уровень политиков, да, вот как бы в Москве вот серьезные тоже люди, ну и не только, да. Вот я дарила им кружки свои, и я знаю, что люди пьют из этих чашек обязательно, и у них действительно идут какие-то позитивные перемены именно в момент медитации, когда человек пьет кофе или чай, то в этой кружке как бы идет именно заваривание, так сказать, вашей мыслеформы, что вы хотите. То есть лучше, конечно, самому в такую чашку наливать, или чтобы близкий для вас человек наливал чай или что-то, чтобы там не секретарша, да. Вот у меня кто вот имеет секретарш, такие люди, через секретарш такие вещи не надо проводить, то есть ни в коем случае, потому что иначе зайдет программа, не нужная вам. То есть в такие чашки нужно закладывать именно свою программу, как вы хотите, в вашем направлении.